Всем привет! Джон Маклафлин. Удивительный английский гитарист. Я его видел живьем один раз в жизни всего, когда был на его концерте Remember Shakti, его группы Remember Shakti в концертном зале Октябрьский. Это было что-то удивительное, потому что Маклафлин и его индусы сыграли всю музыку мира на протяжении полутора часов. Играли они на гитаре, естественно, Джон Маклафлин, на нескольких экзотических струнных инструментах, на экзотических дудках и на экзотической перкуссии. И это было так мощно, так интересно и так разнообразно, что я, честно говоря, не ожидал. Я думал, Remember Shakti будет индийская музыка, а там была просто музыка мира. Там была вся музыка, которую я слышал, начиная от классической европейской музыки до Pink Floyd и Black Sabbath. Но не ковера, Pink Floyd и Black Sabbath, да, и даже близко не было ничего, никакого рока, а по состоянию, по насыщенности, по мощности звука, который они выдавали, это было, конечно, потрясающе. А Маклафлина я люблю с детских лет. Я был совсем еще юным, даже не юным, я был дитя, когда услышал вот эту пластинку. Называется она Devotion, вышла в 1970 году, услышал я ее, когда мне было лет 12, наверное. Я вообще ничего не понял, что это такое, что это за интересная музыка. Обложка оригинальная другая. У меня, к сожалению, переиздание. Пластинку Devotion найти несложно, стоит она достаточно дорого в оригинале, поэтому я обхожусь вот этим переизданием, хотя этих самых Devotion через меня прошло штук пять, наверное, на протяжении жизни. Но осталось вот только это. Обложка очень красивая, мы ее покажем, конечно, здесь, в ролике. Это инструментальная музыка, как и положено у Маклафлина. И вышел он на эту штуку после работы с Майлсом Дэвисом, «Bitch is Blue» и еще несколько альбомов, о которых я расскажу потом отдельно. И пошел он в сторону рока все-таки, оставшись в джазе. Джаз никуда от него не делся, но он стал играть рок. И, можно сказать, и Дэвис создал стиль под названием Fusion. Вот эти вот названия я ненавижу, вот эти вот названия, вот эти деления на стиле я ненавижу. Но, в принципе, синтез электрического рок-звучания с традиционным джазом, будем так называть, да? Первым сыграл, пожалуй, что все-таки Майлс Дэвис, а окончательная вот эта вот штука, как бы избежать термина, так как бы избежать окончательный синтез джаза и большого рока с преобладанием рока, сделал, конечно, Джон Маклафлин на вот этой пластинке Дамахавишна Окестра «In a Mountain Flame» 1971 год. Многие считают, и я в том числе, кстати говоря, эту пластинку лучшим альбомом в стиле, скажем, все-таки Fusion. Ничего плохого в этом слове нет, просто название стилей обрыдли уже. Я уже говорил много раз, что люди перестают слушать музыку, начинают слушать стиль, тем самым отсекая от себя весь остальной музыкальный мир. Я слушаю музыку в стиле Fusion, я слушаю музыку в стиле Progressive, я люблю Progressive. Все остальное, кроме Progressive, уже, соответственно, где-то там умирает. А, это не Progressive, это, значит, попса. Ну, деваться некуда, будем говорить о Fusion. Вот эти две пластинки, значит, Devotion, 71-й год, и «In a Mountain Flame», Devotion, 70-й и «In a Mountain Flame», 71-й. Они обе гитарные, обе духовные, это настоящая духовная музыка, на мой взгляд. Духовная музыка ведь не только в церквях исполняется, да, и не только во время молитвы, и не только во время медитации даже, а она существует сама по себе. Вот она, духовная музыка. Пластинки эти, на мой взгляд, отличаются кардинально тем, что здесь Маклафлин находится в поиске, а здесь он уже не в поиске, он уже выбрал свой путь и четко по нему идет. Это слышно абсолютно в музыке. Devotion – замечательный альбом. Здесь играет Ларри Янг на органе, Билли Рич на бас-гитаре и Бодди Майлз на ударных. Бодди Майлз – фантастический фанковый барабанщик, да, который играл с Джимми Хендриксом. Мы много слышали записи Хендрикса с Бодди Майлзом. «Не правда ли? А? Слышали? Я знаю, что слышали». И здесь просто чудо чудесное, но здесь сплошной поиск. Начинается с, ну, собственно, один с половиной минут произведения под названием Devotion. Мрачный въезд, такой рифовый, конкретная мелодическая фраза идет, то есть риф, да, а потом начинается поиск гитарный. Но поиск не просто «або что? Або как? Куда?», а размышления Джона Маклафлина, музыкальные размышления, о том, куда двигаться дальше. И все это в электричестве, все это тяжело. Бодди Майлз играет, не забудьте, да, Ларри Янг со своим космическим звучанием органа, с фленджерами, с обработками, все это парит, мерцает и переливается. И Маклафлин играет на гитаре, ищет, ищет, ищет свою ноту. Помните такой анекдот, когда туристы идут в Индии, проходят мимо пальмы, под пальмой сидит Джон Маклафлин и с дикой скоростью играет на гитаре, невероятно там 132-ми, просто шпарит пот, слезы и кровь из пальцев, и он наяривает, наяривает, наяривает. Перед ним стоит шляпа, в ней лежит один доллар. Проходит дальше, там сидит старик с ситаром, и перед ним гора денег. И туристы спрашивают у экскурсовода, а что такое, почему вот человек работает, старается, ему никто не платит, а здесь сидит какой-то дед, и вот тут разве этот... Так, экскурсовод отвечает, ну, Джон еще молод, он еще ищет свою ноту, а вот этот дед, он уже ее нашел, поэтому разница огромная. И это правда, и здесь вот эти поиски ноты, поиски утраченного аккорда, как называется одна из пластинок Дамуди Блюз, в полный раз присутствует, но музыка очень интересная, Dragon Song, кайфовейшая вещь после Дивоушен, она всего 4 минуты, но тоже гитаризм такой совершенно улетный. Мэрблс на второй стороне начинается с ударных Бадди Майлса в первую долю, так, через бочку, и врезается Маклафлин со своей гитарой, очередные поиски, Ларри Янг свирепствует вовсю в произведении Сирена, Don't Let the Dragon Eat Your Mother, страшная пьеса, и финал, который нравится мне больше всего, Purpose of When, 4,5 минуты. Вот здесь Маклафлин находит ту самую мелодическую фразу, сначала опять поиск идет гитарный, но я говорю, поиск, поиск, не пугайтесь, это очень интересно, это очень необычная, очень хорошая роковая гитарная музыка, роковая. Маклафлин ушел в рок и сделал выбор между Майлсом Дэвисом и Джимми Хендриксом в пользу Джимми Хендрикса. Очень много вау-педалей, очень много дисторшина, очень много электричества, все сочится электричеством, просто валится отсюда, сияет. И вот здесь он начинает опять поиск, поиск, потом выходит на красивейшую мелодическую фразу, это напоминает пьесу под названием Старлесу, Кинг Кримсон, когда после хаоса, после вот этого гитарного соло в унисон, хаоса квадратного с саксофонами, со всеми делами, опять выход на изначальную мелодическую фразу, которая разрывает душу красотой своей. Здесь то же самое. Но здесь, найдя вот эту фразу, Маклафлин успокаивается, ага, нашел и продолжает дальше импровизировать спокойно. А вот эта вещь, это шедевр безусловный. Те, кто любит музыку Fusion, прекрасно знают этот альбом. Те, кто не знает, что это такое, не слышал никогда Маклафлина, пожалуйста, The In The Mountain Flame, The Mahavishnu Orchestra. Это самая роковая пластинка из всех джазовых, и самая джазовая из всех роковых, но с уклоном в рок, в тяжелый рок. Это и для любителей Deep Purple, и для любителей Led Zeppelin, и для любителей Майлса Дэвиса, и для любителей Джона Калтрейна невероятное сочетание получилось, которое просто понятно, доступно, и для рок-н-ролльщиков оно самое то, что нужно. Это такой новый рок совершенно, новый рок, которого не было. Но это рок в чистом виде. И это не значит, что это хорошо, что я такой завернутый дуболом фанат, что если рок хорошо, если не рок плохо, ничего подобного. Я говорю просто о звучании, просто о фактуре музыки. Играют здесь, конечно, сам, да, Билли Каббом на ударных, Рик Лайт Ларт на бас-гитаре, Ян Хаммер на фортепиано, в смысле электронных, Джерри Гудман на скрипке. Записано все в Нью-Йорке, а американец здесь у нас один. Это Рик Ларт, собственно говоря, потому что Маклаффин приехал из Англии, Билли Каббом из Панамы, Ян Хаммер из Чехословакии, Джерри Гудман, не помню откуда, или Джерри Гудман, американец, не помню я. Должен был играть Джан-Люк Панти, но ему не дали американскую визу, поэтому стал играть Джерри Гудман и сыграл на удивление, на радость нам, просто здорово. Начинается Meeting of the Spirits с аккордов, таинственных въезд в пьесу, и дикая скорость, пошла дикая скорость. Гитара Маклаффина с дисторшином, электрическая, невероятный полет сознания, потом перехватывает его Джерри Гудман с электроскрипкой еще быстрее, еще быстрее, еще быстрее. Вообще скорость на этом альбоме не ради скорости, а скорость – это один из инструментов, одна из составляющих этой музыки. Маклаффин, видимо, чувствовал, хотел, я не знаю, чего он хотел, он хотел просто сыграть музыку, он написал несколько пьес и играл их. А ощущение такое, как я уже и говорил, что здесь идет поиск, а здесь он вышел на свой конкретный путь, на свою дорогу, и несется по ней с дикой скоростью. После вот этого хард-рокового, дикого, бешеного Meeting of the Spirits «Встреча духов», даун, точнее, рассвет, немножко отдыха, ну, немножко там довольно долго, ну, очень красивая пьеса, медленная, прозрачная, гитарно-клавишно-ударно-скрипичная, как и положено. И следующим номером The New World Race, вот это, конечно, уже, да, это соревнование Билли Каббома на ударных с гитарой Маклаффина, они играют вдвоем, кто кого обгонит, хотя никто никого не обгоняет, все играют как надо, все соблюдено, все, все в порядке, никто не вылезает. Но так это все, так это все несется, так, так просто потрясающе. Потом вступает Гудман со скрипкой, скрипка играет в унисон с басом, такой подъем, скрипка с басом, утяжеленный звук, такой, все это придавливает. И Lotus on Irish Streams в финале, акустическая пьеса, нужно передохнуть, потому что после трех предыдущих пьес нужно передохнуть, прийти в себя, что это было, что это, как это. Little Transformation на второй стороне, открывающаяся. Еще один взрыв, она перекликается с Meeting of the Spirit, с первой вещью на первой стороне. Такой же адовый, навал просто, но он не адовый, он светлый, музыка очень светлая, несмотря на все дисторшины, на дикие барабаны Билли Каббома, на вот эти вот космические звуки органа, на бас, на едкую очень скрипку Джерри Гудмана, она очень едкая электроскрипка, она и с педалью, и с вау, и иногда путаешь ее с гитарой даже, очень все круто. А вот вещь The Dance of Maya, вторая, это, как я где-то писал, по-моему, на Яндексе, на Дзене, что это похоже на пьесу King Crimson, которую они не сыграли никогда. А может быть, Фрипп, просто и услышав этот альбом, стал играть похожие вещи, потому что это просто Кримсоновский такой навал аккордов и солирующей гитары, и скрипки, и тяжело, и мрачно, странно, тяжелый риф, потом риф переходит в прямую линию джазовой импровизации и заканчивается опять этим диким рифом. You Know You Know очень такая юмористическая, если можно сказать, пьеса с неожиданными синкопами. Она такая прозрачная и довольно тихая, но такие синкопы, они выбивают просто, как-то вышибают очень здорово. И Awakening в финале это еще быстрее, чем все то, что было раньше, хотя кажется, что невозможно сыграть быстрее, чем все то, что было раньше, но здесь еще быстрее. И при этом это все в роковой такой палитре, в роковой структуре, и просто очень-очень-очень здорово. И музыка, еще раз повторю, светлая, несмотря на черную обложку, но черная обложка, она все-таки сквозь нее пробивается свет, найденный Джоном Маклафлиным, найденным Джоном Махадишну. Это имя он взял после общения со Шри Чинмоем, которого некоторые считают величайшим духовным учителем, а некоторые страшным шарлатаном. Диалектика. Он и то, и другое. Я думаю, так, я не буду ставить клейму на Шри Чинмой. Равно как и на Джоне Маклафлине, потому что это действительно гитарный гений, и очень советую эту пластинку всем послушать, и пойду выпью за прекрасную музыку, которая дает нам радость, энергию, и заставляет о чем-то даже подумать иногда. Пока.